Двадцать девять домов, около трёх тысяч квартир. И всех их объединяет одна проблема. Надо срочно заменить счётчики горячей воды. Иначе суммы в китанцах так и будут приходить баснословные. Сегодня разберёмся, почему жителям новостройки приходится переплачивать за отопление. 80-70 лип на каждый квадратный метр лишних. Кто понесёт ответственность за установку ненадлежащих счётчиков? Во всех квартирах данного жилого комплекса счётчики не оборудованы импульсным выходом. Жильцы скандально известного жилого комплекса «Премьера» вновь обескуражены. С начала отопительного сезона цены за горячую воду и отопление подскочили сразу на 70%. И Арсейн Яркожаулы ведёт калькуляцию коммунальных счетов по своей квартире. В прошлом году в декабре я платил за квадратный метр 135 тенге 48 тенов. Тогда за всё отопление 45 квадратных метров я платил 19 603 тенге. В этом году в декабре они выставляют мне за каждый квадратный метр 216 тенге 18 тенев. Значит, 80 тенге 70 тенев на каждый квадратный метр лишних. Получается, 70% было увеличено за горячую воду. Мы раньше платили за кубометр 658 тенге. Сейчас мне выставляют, здесь всего живёт один человек, прописан, выставляют мне 1526 на 4 человека. Откуда они взяли 4 человека, я не знаю. Просто взяли алматинский электросет с потолка. И мне выставляют счёт долг 9354 тенге. Это за какой период долг образуется? 10 ноября месяца, в декабрь выставляют мне счёт 15 450. Я же вот этот 15 450 тенге я платил за полгода. Мужчина вселился в этот дом в 2014 году, но таких счетов ещё не получал. Дело в том, что с октября месяца весь комплекс рассчитывается не по приборам учёта, а по норме. Существует котельная, принадлежит она государственному предприятию ТОЖИТ и СУЖАНА КУРЫЛЫС. И буквально вот в ноябре месяце приступил к поставке тепла и горячей воды другой поставщик ТО «Алматинские тепловые сети». Видимо, был заключён договор. Общие домовые приборы учёта у нас стоят за пломбой ЖИЦУЖАНА КУРЫС. До этого времени принятие ЛТС обслуживал, то есть был за ЖИЦУЖАНА КУРЫС. До этого времени, уже в протяжении трёх лет, по этому приборам учёта нам выставлялся горячая вода, отопление. То есть она всё исправно работала. Мы и сейчас согласны этому прибору учёта обслуживать так же, как раньше, но нам надо было это предписание дать раньше, до отопительного сезона, а не в отопительный сезон. Вот как сейчас нам дали предписание 24 ноября. Как выяснилось, с приходом тепловых сетей во всём жилом комплексе отсутствуют паспорта, как на индивидуальные, так и на общедомовые приборы учёта. А без них неизвестен срок поверки и состояние счётчика. При строительстве жилых домов, которые сдавались последующим собственникам, паспорта на приборы учёта горячей воды собственникам квартир не передавались. Ни дольщикам, ни собственникам квартир, ни в потребительский кооператив, занимающийся обслуживанием общедомового имущества. Ну нет таких документов. Тепловые сети, в свою очередь, говорят, господа и дамы, нам необходимо, чтобы каждый сдал все свои паспорта на индивидуальные приборы учёта. Непосредственно к нам для опломбировки и поверки. У жителей этой документации не существует. В итоге возникла ситуация, при которой сейчас, ну, на 2100 квартир необходимо поменять индивидуальные приборы учёта. Жильцы возмущены. Неужели нельзя было выставить это требование до или после отопительного сезона, чтобы сейчас не переплачивать? Зачем это нужно было делать вот в таком авральном режиме, когда отопительный сезон уже запустился? То есть требования законодательства существуют. Но если вы пришли и заключили договор 29 ноября, то какой смысл давать предписания, если вы знаете, что отопительный сезон уже идёт, их невозможно выполнить вот в течение дня? Фактически предписания выдаются о планомерной подготовке к отопительному сезону в мае месяце. Вот как только этот отопительный сезон закончился, поставщик тепловой энергии это предписание выдаёт. Вот в данный момент нам всем выставили, как будто у нас прибора учёта нет. Там видите, дата как установлена. Там установлено с момента покупки. То есть она 12-й год. То есть наши же дома ещё строились. Естественно, когда строились, они должны были установить эти приборы учёта. По паспортам, да. Там 12-й год есть, 10-й год есть, 13-й год. Ну, с этого же нельзя считать. Надо считать с того момента, когда ввёлся дома в эксплуатацию. То есть у нас дома в 13-м году в эксплуатации и в 14-м году есть дома, которые в 15-м году вводились в эксплуатацию. Смотрите далее и вы узнаете, почему тепловые сети выставляют такие счета. Мы отправились в Алматинские тепловые сети за пояснениями. И, как нам сказали, коммунальная служба работает согласно действующему законодательству и ничего лишнего не требует. Алматинские тепловые сети заегулированы со всех сторон, в том числе и законом обеспечения действительности измерений, который нам не позволяет рассчитываться по приборам учёта, по которым срок проверки истёк. В данном случае по ЖК «Премьера» у многих абонентов при обследовании приборов учёта, когда мы хотели их опломбировать, отсутствовали паспорта на руках, это первое. А второе, приборы учёта, которые у них смонтированы, они не отвечают требованиям, правил выбора, монтажа и эксплуатации приборов учёта в водяных системах. Там чётко написано, что вновь построенные дома должны быть оборудованы приборами учёта с дистанционным съёмом данных или, как минимум, с импульсным выходом счётчики должны быть оборудованы импульсным выходом. Повально во всех квартирах данного жилого комплекса счётчики не оборудованы импульсным выходом. В связи с этим мы, естественно, и не опломбировали приборы учёта. Более того, оказалось, что приборы учёта, установленные в комплексе, не отвечают требованиям. Наши требования, прибор учета должен быть, первое, внесен в реестр средств измерений Второе, он должен быть поверенный, с паспортами, естественно, с документами И третье, это он должен быть минимальный, это с импульсным выходом Максимально мы должны снимать показания, даже не приходя туда, через модемную связь В экстренном порядке председатель потребительского кооператива начал сдавать общедомовые приборы учета на поверку Как нам предписание дали, с ноября месяца 24-го мы пригласили взлет Казахстана ТБН-сервис, который обслуживает у нас эти приборы учета, мы им дали То есть они пломбу сняли, отвезли на проверку Сейчас проверку прошли, уже в 8 домах этот прибор учета установили Но для этого же надо время, надо было заранее дать нам предписание Мы согласны, мы около 3 миллионов на проверку и установку этих приборов Обратно, чтобы с проверкой мы оплатили к этим двум компаниям Она уже сейчас действует Однако у жильцов выбора нет, им следует заменить все приборы учета, несмотря ни на что Проблема есть по горячей воде Тоже жители жалуются, всех заставляют устанавливать модемный счетчик прибора Импульсный, модемный, импульсный счетчик и горячей воды Она где-то от 4,5 до 6 тысяч стоит за один счетчик У нас есть квартиры, которые 3-х комнатные, 4-х комнатные, которые по 4 счетчика стоят Только горячей воды Посчитайте, жителям по карману будет быть По 6 тысяч, это 24 тысячи счетчик только должен установить Здесь сейчас поменяли счетчики, 543 квартиры, должны менять 2175 Где-то 1600 человек еще не платили, потому что они пенсионеры, инвалиды и так далее И при том, в каждой квартире по 4 счетчика Считайте, по их объявлению у них 5500, а другая предлагает по 200 тысяч Считайте тогда, какие это деньги 4 счетчика менять, это 44 тысячи тенге А пенсия у них 47, 37 И это плюс к завышенной оплате по счетам Более того, жильцы уверены, что и счета им выставляют по завышенным тарифам Есть у нас тариф без прибора учета, утвержденным до этого областной Она 178 тенге, 95 копеек стоит А она выставляет по 216 тенге Согласно их данным, в детских домах намного выше Потому что у них же нет приборов учета, как у нас И у них невозможно устанавливать, как у нас Поэтому нашим приборам учетом уже эксплуатацию ввели с 14-15 заселение было И согласно этому, 3 года только прошло А срок службы их 5 лет Здесь комплекс, когда передавался, такое ощущение, как будто сотрудников, руководителей ЛТС здесь вообще никогда не было И знать не знает, как, что установлено, тепло ли вообще подачи, как подаются Как будто их вообще не интересовало Пришли, посмотрели и сразу же сказали Ребята, ваша установка для нас не устраивает И давайте предписанием Возникает резонный вопрос Если согласно правилам и закону все новостройки должны быть оснащены импульсными приборами учета То кто и как принимал эти дома в эксплуатацию? Почему застройщик, мало того, установил не те счетчики, так еще и не раздал на них документов? Должен здесь заменить счетчики застройщик или заказчик Потому что за это они брали деньги из заказчика Это деньги, государственные деньги Опять они хотят просто, я думаю, они хотят просто нажиться на этих деньгах Потому что счетчики на базаре стоят, на барахолках, на базарах Всего полтора-две тысячи деньги Они за каждые просто пять тысяч Вот поэтому пусть застройщик меняют, пусть они сами договариваются Потому что антимонопольный комитет области, антимонопольный комитет города Находится в одной республике, в одном государстве Они приняли, госкомиссия приняла Алматинской области А сейчас Алматинское городское, это все хотят привезти к нулю Давайте нам паспорта Они говорят, нам не дали Это не наши проблемы уже Это их проблемы Или пускают или менять, или даст паспорт Или третий, пусть договариваются А с недавнего времени все подъезды увешаны вот такими объявлениями На которых тепловые сети предлагают менять приборы учета у них Нам показывали документы, якобы от тепловых сетей Расклеены были объявления по этому ЖК премьеры Там было написано Срочно зарегистрируйте бойлеры, автономные бойлеры электрические на горячую воду В тепловых сетях Ну это абсурд, мы не регистрируем бойлеры Были такие вещи, приходили ко мне жители Но я не могу комментировать все, что там кто-то наклеит Объясняли, мы не регистрируем эти бойлеры Это просто создавался такой небольшой ажиотаж кем-то в этом жилом комплексе Тепловые сети никого не ставят в рамки Мы лишь требуем исполнения закона Рамок, которые для нас установлены Объявление единственное может быть к людям Это они должны приобретать приборы учета, внесенные в реестр, средства измерений С действующим сроком поверки и с импульсным выходом Все Перед владельцами приборов учета рано или поздно встает вопрос о его поверке Что же это такое и для чего необходимо ее проходить? Много потребителей не удомевает, почему мы должны через определенный промежуток времени 4-6 лет поверять приборы учета Здесь опять-таки это не наша прихоть, это не наше желание, это действие закона Согласно законодательству, каждый прибор учета в определенный промежуток времени Должен в специализированных лабораториях подвергаться поверке Более того, сам завод-изготовитель того или иного прибора учета Говорит, что мы даем гарантию на определенный промежуток времени При этом в этом отрезке времени данные приборы учета будут показывать корректно В дальнейшем они гарантии не дают У нас потребители думают, что приборы учета начинают искажать в сторону выгоды для потребителя Анализ показывает, что в среднем 50% неповеренные приборы учета 50% они показывают завышенные объемы, 50% заниженные объемы Так как в приборе учете есть определенные элементы, которые со временем износятся Здесь не влияет от того, сколько через него воды прошло И меняется именно срок, потому что где-то резина подсохла, где-то стерлась пластмасса В поверочной лаборатории нас заверили, что целью поверки, вопреки мнению, не является забраковка прибора учета Такого не бывает, что счетчик отработал 5 лет, вот как задавали вопрос И что он обязательно будет забракован Такого не бывает, как правило, счетчики, если завод-изготовитель определяет, допустим, срок службы у счетчика, допустим, 12 лет То в среднем этот счетчик и будет 12 лет работать Но межповерочный интервал независимо от того, сколько будет работать водосчетчик Чаще всего поверка включает в себя три этапа Первая – это визуальный осмотр, нет ли внешних повреждений Определение герметичности Потом уже непосредственно проверка метрологических характеристик Счетчик ставится на стенд и поверяется на различных расходов У счетчика есть несколько расходов Как правило, поверяется на номинальном расходе, переходном расходе, так называемом, и минимальном расходе Если счетчик признан годным, на него оформляется сертификат И этот прибор можно и дальше эксплуатировать Если счетчик не прошел поверку, то оформляется акт, в котором описана причина забраковки Мы будем следить за развитием событий и обязательно расскажем вам в нашей следующей программе Смотрите нас каждый вторник в 21.30 на телеканале Алматы До свидания Субтитры создавал DimaTorzok